Здравствуйте! Вы на канале Квадрошоу и в этом видео мы расскажем вам о двух популярных надувных фигурах на Масленицу – квадрёшке и самоваре. Более того, мы презентуем новинку от компании Квадрошоу – новый дизайн для масленичных декораций узор «Городецкая роспись». Из этого ролика вы узнаете, как надуваются фигуры, какие существуют способы установки надувных конструкций на улице, как правильно убрать фигуры на хранение и что входит в комплектацию надувных декораций. Поехали! При заказе декораций в компании Квадрошоу вы получаете уже полностью готовую к эксплуатации надувную фигуру. В тканевую оболочку уже установлен нагнетатель воздуха. Вам нужно лишь достать фигуру из сумки и уложить черной тканью вниз на поверхность – это дно конструкции. Затем подключить вилку к розетке удлинителя. И все! Фигура наполнится воздухом в течение нескольких минут. Как зафиксировать фигуру, чтобы она не падала и никак не меняла своего положения? Для первого способа установки вам понадобятся колышки. Если у вас их нет, вы можете приобрести качественные стальные колышки у нас. Когда вы определились с местом для установки фигуры, вбейте колышки вокруг фигуры напротив люверсов. Натяните и привяжите веревки между люверсами и колышками. Если диаметр колышков позволяет, можно вбить их прямо в люверсы. В стандартную комплектацию уже входят веревки-растяжки. Если эксплуатация фигуры планируется вне зависимости от погодных условий, для защиты фигуры от падения, раскачивания и смены положения, вы можете дополнительно закрепить фигуру при помощи веревок-растяжек, привязав их к деревьям, столбам или иным объектам. Если вы устанавливаете фигуру в таком месте, где нет объектов, к которым можно привязать веревки-растяжки, вам потребуется еще один комплект колышков. Протяните веревки по направлению к земле под углом 45 градусов. Ориентируйтесь на желаемое положение фигуры, чтобы она стояла ровно и не раскачивалась. Забейте первый колышек в выбранной точке, привяжите к нему веревку. Остальные колышки забейте, например, на одинаковом расстоянии от фигуры и друг от друга. Также натяните и привяжите веревки. Попробуйте опрокинуть фигуру. Если от физического воздействия фигура надежно стоит на месте, значит вы все сделали правильно. А как же установить фигуру, если у вас нет колышков? Не беспокойтесь, это тоже возможно. Но обратите внимание, что вам будет нужно найти подходящий участок. На нем должно быть 4 объекта, расположенных со всех сторон фигуры, к которым можно будет ее привязать при помощи веревок. Либо, если вы планируете установку возле входа в здание, можно привязать фигуру к переем лестницы. Натяните веревки так, чтобы фигура заняла максимально неподвижное положение. Привяжите веревки к объектам. После этого обязательно проверьте, достаточно ли устойчива фигура. Если от физического воздействия она не падает, значит вы все сделали правильно. Эти декорации отлично подойдут для украшения сцены в городском парке, для оформления придомовых территорий, в качестве декораций для ярмарок и выставок. Яркие цвета будут выгодно выделяться на фоне зимних пейзажей, создавая атмосферу праздника и заражая всех вокруг веселым настроением. После того, как масленичные гуляния прошли, фигуры легко транспортировать и убрать на хранение. Чтобы сдуть фигуру, отключите ее от сети. Чтобы воздух выходил быстрее, откройте клапан, расположенный рядом с решеткой нагнетателя воздуха. Если изделие эксплуатировалось в условиях повышенной влажности, например дождь или снег, и намокло, перед укладкой в упаковочную сумку его следует просушить в естественных условиях. После того, как фигура сдулась, отвяжите веревки от объектов или от колышков. Смотайте их, чтобы они вам не мешали. Вытащите из земли колышки, если вы их использовали при установке. Затем слегка сверните верхнюю часть оболочки фигуры. Первым в транспортировочную сумку уложите часть фигуры с нагнетателем. Он должен быть плотно зафиксирован. Затем уложите в сумку остальную часть оболочки. Все, можно не беспокоиться о фигурах до следующего мероприятия. Представьте, что ваши фигуры для праздника будут не из ткани, а, например, из фанеры, дерева или металла. Они будут весить порядка 200 кг каждая. Стоимость таких фигур будет очень серьезной. Также декорации с таким весом и высотой от 3 метров обязательно будут разборными, а это усложняет процесс сборки-разборки, транспортировки и хранения. Для перевозки потребуется заказывать грузовой транспорт, например, газель или манипулятор. Для установки потребуется несколько человек и какое-то количество времени, чтобы все собрать. А также для хранения таких объемных частей потребуется немало места. Наши фигуры легкие, занимает очень мало места в упаковке и быстрые в установке, с которой справится один человек. Надувные декорации компании Квадрошоу – это не только легкость эксплуатации, хранения и транспортировки. Это исключительное качество всех деталей. А что же входит в комплектацию надувных декораций? В комплектацию входит вот такая транспортировочная сумка, которая выполнена из прочной ткани, обладает удобными ручками для транспортировки и закрывается на молнию. Специально для надувных декораций с нагнетателем мы разработали усиленную конструкцию сумки. Внутри нее по всему диаметру установлен демпферный мат, который защищает нагнетатель воздуха от повреждений при транспортировке. Во время перевозки грузов иногда с вашими посылками происходит нечто подобное. И чаще всего в процессе получения посылки вам говорят, что груз вы получите только после того, как распишетесь в документах. В таких документах обычно вы расписываетесь за то, что посылка прибыла без повреждений и вы не имеете претензий в транспортной компании. И только после этого вы получаете свой груз. И именно благодаря нашей антивандальной сумке вы получите свою фигуру в целости, в сохранности. Сейчас я продемонстрирую, как это работает. Для начала удостоверимся в том, что мотор работает исправно и фигура не имеет внешних повреждений. Для этого осматриваем оболочку на наличие каких-нибудь повреждений. Оболочка цела. Теперь подключаем нагнетатель в сеть. Как мы видим, нагнетатель работает исправно. Внутри нагнетателя мы не слышим никаких посторонних призвуков. Все работает отлично. Теперь мы сдуваем фигуру и упаковываем ее в сумку. Готово! А сейчас моделируем неприятную ситуацию при доставке груза. А сейчас проверим, в каком состоянии находится содержимое и как работает нагнетатель еще раз. Оболочка в целости. У нагнетателя видимых повреждений нет. Включаем сеть. Как видите, все работает. Давайте проверим, какой звук идет из нагнетателя. Нет никаких лишних шумов, а это значит, что он полностью исправен. Давайте посмотрим, что внутри сумки. После того, как вы открыли сумку, первое, что вы видите, это полупрозрачная папка, в которой находится ремкомплект, паспорт, инструкция и гарантия на изделие. Сама папка прикреплена к сумке изнутри. Это значит, что вы не сможете потерять документы на фигуру, а также то, что ремкомплект всегда будет под рукой, если в нем возникнет необходимость. В ремкомплект, кстати, входит лоскут ткани с принтом, который нанесен на фигуру, а также нитки подходящих цветов и швейная игла. Если, например, вы обнаружите на фигуре порез, вы можете зашить его ниткой. А если необходимо поставить заплатку, то вы сможете сделать это максимально незаметно, поскольку у вас есть лоскут ткани с принтом. Остальную часть сумки занимает тканевая оболочка фигуры и нагнетатель воздуха. Сама тканевая оболочка сшита из прочной ткани, устойчивой к истиранию. Принт на ткани выполнен с применением сублимационных чернил, благодаря чему цвета очень сочные, а сам рисунок устойчив к различным погодным условиям. Все части фигуры сшиты по специальной технологии, благодаря которой швы отличаются повышенной прочностью. Наши фигуры точно не лопнут и не разойдутся по швам. В тканевую оболочку заранее установлен нагнетатель воздуха, для того, чтобы вы просто достали фигуру и надули. Отверстие нагнетателя закрыто металлической решеткой, для того, чтобы защитить мотор от попадания мусора, веток и камней. Нагнетатели воздуха мы также производим самостоятельно, из самых качественных комплектующих. Корпус выполнен из прочного пластика. Внутри установлен мощный немецкий мотор, рассчитанный на длительную эксплуатацию. Кабель изготавливается с применением резиновой изоляции, устойчивой к низким температурам, вплоть до минус 60 градусов Цельсия. Помимо этого, проводу не страшны механические воздействия, а также мы устанавливаем укрепленные вилки, которые отличаются долговечностью и прочностью. В комплектации также предусмотрены крепежные элементы, чтобы вы могли установить фигуру там, где вы захотите. На верхней части фигуры расположены точки крепления. Это прочные и незаметные петли, к которым уже привязаны веревки-растяжки с плотным плетением. Веревки устойчивы к разрывам и истиранию. На дне фигуры установлены крепежные элементы с люверсами. Благодаря этим элементам, как сверху, так и снизу, фигуру можно надежно зафиксировать во всех плоскостях, что особенно важно для эксплуатации на улице. Дополнительно вы можете приобрести у нас надежные стальные колышки. В отличие от дешевых алюминиевых колышков, они не деформируются при забивании даже в очень твердую и плотную землю. Заказывайте надувные декорации на Масленицу в компании Квадрошоу. Давайте проводим эту зиму вместе! Хочешь больше знать о надувных фигурах? Поставь лайк, подпишись на наш канал и не упусти самое важное! Субтитры создавал DimaTorzok